Омминаи, я понимаю, вот, вот, ну, я имею ввиду, как вообще против них пикать? Ну, как? Трудно против них пикать. Блин, ну, если чуваки настолько умные, то ты просто с этим миришься или становишься умнее их? Ну, если не можешь стать умнее, то смирись, ну, типа, ну, чуваки гений, нечего поделать. Бывает, раз в поколении такие команды возникают. Ты уже как года три смирился. Злой-то Вич-Доктора забанили, нам нужен второй саппорт в команде Винкс. Я бы взял Омника. У нас, во-первых, у нас четыре Ранжа. Ну, да, и я бы взял Омника. Не, ну, Винксам точно или борстящий саппорт, или станищий нужен, типа Орспирита. Ну, то есть, такой, типа, танк, потому что у них танк, типа, Некролит, но это не идеальный танк. Больше такой милишный какой-то танк им нужен, чтобы впереди что-то стояло. Банят Розора. Сейчас быстрый будет пик. Нет. Вообще плевать. Не очень похуже. Ну, ладно, это хотя бы бурстящий саппорт. Они просто вообще в виду имели логику и все что угодно. Просто Леон. Зачем друг мы взяли? Мне кажется, что пацаны вот так просто берут, закрывают, короче, верхнюю часть пика и просто пикают героя. Зачем банят тогда что-то? Чтобы время не тратить. Ну, типа, ты если не банишь, то время... У меня есть теория. Давай. Короче, кто-то в Китае написал какую-то программу, которая, типа, там, по каким-то невероятным вероятностям, по каким-то алгоритм пикает им героев. И эта программа пикает... Ну, она же пикает, получается, всех тогда героев с доты. Вот, типа, пикает кентавра, такие... Программа такая вот такая. Так, нужно снимать проценты в хп пассивкой какой-то. Опа, они кролит, поехали, ферстоппер, аура. Минус 1.8, уменьшение. Она же вообще кентавра сносит, как в мясо. И тимбера тоже сносит. Хотя немного тимбера, потому что у нее хп реген дальше, но сносит тоже. Ну, кентавру это вообще халепа. Ему очень сложно будет что-либо сделать. Предлагаю эту ауру переименовать. В халепу. Халепа аура. Все нормально. Всем все понятно сразу. Я не хочу. Я не понимаю, что происходит, как они собираются... А где лич? Я расстроился. Где танк, который должен впереди идти? А что напикали, пацаны, да? Нет, они реально лича пикали в такой пик. Вот у них пик был что-то типа тимбер, огр, лич. Вот, не помню. Ну, по-моему, кентавр тоже был. И что-то пятое было. По-моему, разор. И они у нас просто шли на ужерепушах. Как логику, господа. Не ищите. Тут все весело. Не, ну на самом-то деле логика. Я на самом деле могу ее просто объяснить. Потому что тут прям чего-то непонятного нет. Но больше вопрос как со стороны драфтера или со стороны комментатора это объяснять. Это трудно. Ну, именно тебе. Точнее, даже не объяснять, а угадывать. Объяснить там может... Причем я уверен, что у Wings минуте на десятом и скажут такие, блин, да все же логично. Офигительно. Этот хилит, этот хилит, этот станет, этот... Я могу и сейчас это объяснить. Просто вот предугадать, ну, очень трудно. То есть, ну, ребята реально, видно, как-то... Вот, не знаю, сели там, знали, что, например, MP берут кентавра. И там такие, ну, давай, десять лучших героев против кентавра по версии дота-баф. Я вообще уверен, что Ликролит это один из лучших героев против кентавра. Ну, так или иначе. Потому что пассивка его и ульт, ну, особенно ульт, который там сносит, в зависимости от того, сколько у тебя хп-ми сунут, это же вообще имба. Ну, смотри, вард тыкнул уай, ну, тут в смоке ребята, и поэтому не видят их парни из Минкс, и вполне возможен вариант того, что сейчас кто-то загуляет. А у меня вопрос, а как MP буду цеплять кого-то? Ну, Игнайт, 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 и медленно иди, смотри, 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 шэдоу, шэдоу, и сейчас будет заморозить СПГ. Игнайт, и слушай, достали, достали. Нет, 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 просто рэвэйдж. Это рэвэйдж просто. Нет, ну вот так как. Ладно. Просто рэвэйдж. Ну, они, типа, варды, конечно, поставили, но уже проще было скиллы даже не тратить, и смок не тратить. То есть ты можешь просто забежать, выгнать врага, потому что тебя все равно не пробьют, поставить варды и уйти. А по итогу они там айспас вкачали на Джекиру, который вообще ничего не дает. Ну, в итоге у них сейчас скачанный айспад на первом левеле. Ну, рунку для Энви отжали, отжали, все, уже неплохо. Да, да. Я думаю, все было сделано. А, кстати, так это Энви не спасила, это, кстати, зона дискомфорта получается. Не спеши, сейчас, первые бабки и... Не, ну, если он сейчас не понесет. Вот, смотри, что бежит, что бежит? Нет, топор. Блин, ну это прям, да. Вот это вот сейчас разочарование. Не, ну базилов на алхимике, бабки на ветер, так что я думал, он не будет собирать ее. Кто тебе сказал, что бабки на ветер? Ну, раздевардили сразу же в миде у нас в Ингз. Не, ну базилов, то есть есть вард, и не будет видно там ни кролика. Ну, Гермарк нормально бьет по голове. Ну, кстати, или он что-то не в мид побежал, он сейчас кучу лишних плюх за этого словит. Ну, потому что если в мид побежал к вышке, он бы быстрее там оказался. А теперь потом два плюха словил. Ой, Инверсол, там армор, конечно, настакался, и реген хороший, но пробивают все равно знатника, хороший бодиблок, еще можно сейчас пару тычек накидать. Это что, в ФБ сейчас будет? Ну, как-то очень дешево. Ну, ну да, но на самом деле так всегда тимберы играют. То есть вот все тимберы делают вот одно и то же, и просто на этом сыграли Винкс. То есть ты всегда на тимберы берешь пассивку, заходишь в пачку крипов, и идешь разменивать. Ну, то есть это всегда так. Все-все так делают, и всегда так будет. Ну, потому что это герой такой. Ему просто вард нужен, чтобы такого не происходило. Варда нету. Вот и случилась беда. Ну, сейчас апнется нормальным у два ранжевых крипа под вышку заходит. Уже неплохо. Что, 14-37 задумал в спину выйти, ставит вард. Скушал. И можно идти, кстати, побаковать. Вард съел. Ты угрома, который съел вард, неуязвим просто. Ну, вот да, сейчас будет тяжело здесь блинку. Посмотрим, может быть, будет даже ТПС иначе, а будет подбел. Вот он подбел. Бел бы подточкой, кстати. Мне кажется, если бы он бил, он бы убил его. Ты имеешь до Энви? Не-не-не, ну, 14-37 площадь не надо. 14-37 кто-то будет площадь, да. Мне кажется, если бы он просто бил, да. Ну, он типа под вышку бы зашел, но ему такая, он огар. Он типа втанковал бы и убил бы, мне кажется. Ну, не суть важно. Хорошо, украденная руна. Опять две руны забирает вынц на второй минуте. И радуется. А что, бежен-тач, Энви разминает дазлик? Слушай, нормально накидал, айсайсинг. Да, этот дазл довольно полезный. На топе хорошо себя проявил. И здесь, понятно, снизу на шедо нападает. Ну, ау, и тут вряд ли успеет добежать, да, так. Ну и есть. Троленджи получает левел. Энви больно. Энви очень больно. И придется здесь 437 потратить, наверное, что он потратит. Не, ну может забросить игнать какой-то? Хотя бы раздамажить чуть-чуть. В итоге здесь 2 на 2 становится. Блин, Энви, короче, неприятно в миде играть. Это понятно. И крипстат у него... Здесь дровки неприятно играть. 6 на 1 против 12 на 3 у Кентавра. Совсем все плохо. В общем, не скажешь, что как-то прям кто-то выносит по линиям. Все нормально, а Энви... Ну, Кентавр выносит дровку. Посмотри на крипстат. Дровка-то одна стоит, а Кентавр с помощью. Ну и плюс, на самом деле, дровка, вот то, что одна стоит, для нее выгодно. Потому что она уже 4-й. А все мы прекрасно знаем, что дровка с ультимейта начинается герой. И, в принципе, это 4-й уровень, но она почти имеет на 3-й. Не думал, что он сильно расстроен. Тачковаться за гормагом бессмысленно. Не, ну тачковаться за гормагом бессмысленно, но гормагу забегать сюда тоже бессмысленно. Как бы, ну, забежал он, дал и гнает, но получил 2 тычки, убежал. Дровка продолжает стоять на линии, правда, заставили стянуться сюда людей. Энви с банкой. А у него выбора нет. Понятно. Вот Кентавр... Вот кого здесь вообще хитовать? Ты Джекероса нормально не хитуешь. Кентавра не хитуешь, Огро не хитуешь. Да стой, бей крипов, получай экспорт. Ну, это понятное дело. Ну, тебе же хочется на лейне еще кого-то и убить. Такой пак, хорошо, я видел. Пак там, наверное, на верхней линии тоже устраивает ветер. Мы там весел. Ну, вот все, Леон с Даззлом здесь. Какое-то время они потусуются, поэтому дровка так быстро шестой не получит. Она еще даже четвертой не получила, потому что ребята сюда пришли. Говорят, уйдите, уйдите куда-то в мид. Напрягайте там Энви, что ли. Вот, кстати, Айсайса. Почему бы Кентавру не развернуться сейчас? Ну да, и тут Айсайса проблема. Он, скорее всего, погибнет. А, Гриева нету. Он даже с Гриевым бы вряд ли вышел, телепорта нету. Не ожидал, что здесь его встретит целая движуха. Это ты его прогнал. Да, я его прогнал. А ему надо было оставаться с дровкой. А уходи, уходи, надо валить отсюда. Вот. А тут дровка получает экспу. Space Creed. Все нормально. Старшни, кто-то гналы. Смотри, что они творят. Они его убьют, что ли? Нет, по-моему, они его не убьют. Ну, толстый герой очень. Так что... Ну, не получилось. Дальше что-то будет еще тяжелее на топе. Фейсбьян. Проблемы могут быть у Фейсбьяна. Пытается он прятаться от МССа. И посмотрим, как сыграет МСС. Фейсбьян есть у него шифт. И отлетает спокойненько. Он отсюда от МССа. Не подставляется. Ну, кстати, Envy уже в лес ушел. Не знаю, там ушел он, потому что он так просто делает. Или... Медийма туговато. Ну, хотя Медийма явно туговато. Счет того, что Некролит уже ПТ и шестой, а Envy всего пятый. И это как-то... Ну, не совсем, мне кажется, круто. Потому что Некролит полный фрефарм получает. Они, кстати, вычлены, Envy. Да-да-да. Ой, если его сейчас косой продадут. Там, правда, на первом левеле сейчас 10 всего добавляется. Не 30, как раньше. Но все равно это будет очень неприятно. Да, и продают его косой. 33 респаум. Ну, для алхимика это много на начальной стадии. Пятый левел и прям очень много. Да это для любого. Полминуты сидеть на такой стадии это многовато. Он руну пропускает сейчас. Да, и получается... Слушай, на четвертом минуте тоже Шмульц законтролили руны. Они до полуруны собираются, да. Но ДТ было у Некролита, а снизу, по-моему, Алхимик все же забрал руну. Да, ну, тогда может быть. Может быть. Мы видим, кто там... Ну, нет у нас этой инфы, там только то, что добыл дэммер забрали. Не, не, там просто Даззл убивали как раз, который руну шелкопролит. Так что, думаю, там все же Алхимик забрал руну. Ну, вот хороший, конечно, фраг сделал. Айс, айс в том же месте, в то же время. Ёлка, ёлка, ёлка сейвится. Нормально. На топе, кстати, ФСБАНа Энви нашел. Точнее, Энви нашел ФСБАНа. Говорит, уйди отсюда. Интересный ганг такой. Мне кажется, это был не ганг, это Энви пришел фармить. И говорит, слушай, ну, братан, ну, меня там убили. Что ты хочешь от меня? Дай пофармить. Но уйди, но ты же уже Интернешнл выиграл. Ой, ну да, Энви еще Интернешнл не выигрывает, к сожалению. Я думаю, и не выиграет. Мы едим в юзновую ультимейт и зафармит аж одного тролля. Уже неплохо. Да, сложное начало для Энви. Ой, подкоп. Слушай, мы, ой, мы тут его должны расстреливать как в тире. У Ауи проблемы, еще два выстрела надо сделать. И это минус Гентавр. Даззл его забрал. Леон отсюда уйдет, да. Леон уйдет, Леона добить не получилось. Ну, и дровка еще не была шестого. На шестом, я думаю, они бы еще быстрее не стреляли ему. Блин, я хочу Некропоса с Родианцем. С Эктарином и Монтой? Вы, кстати, слышали про одного интересного игрока в Азии? Ну, я думаю, вы точно слышали, который на всех героях теперь тарит. Родианц, Эктарин, Монта. Из какой команды? Минески. А, ну, подожди. Ну, где тарит? На квалах он попытался два раза это сделать. Не, не, в смысле, он на Найсе купил и выиграл. Он ей в группе все игры выиграли, когда он так тарил, а потом в плей-оффе отлетели. В плей-оффе им не повезло. Да, Минески сегодня утром они играли, кстати. И, ну, они выиграли свои игры. Кстати, будет играть еще через 2 часа. Смотрите. Уай пытается уйти. Хекс, Уай байтит на себя. И вот он, Некропос, выкиливает и говорит, здорово, а там минус Ауи. А выживет. Транкфилы прилетели. Да, Транкфилы. И еще один минус. Даблкил. Некропос сейчас еще и фуловый отсюда уходит. Те, Огар умер намного позже. И Кентавр все равно еще, у него респаун больше. Вот весело. Да, неприятная ситуация, конечно, то, что ты действительно много здесь. А там у пацана-то левел сейчас будет, ой-ой-ой, какой высокий, у Некропоса. Интересно, что он собирать будет. Аганимыч. Аганимыч? Догоныч какой-нибудь. Не, аганимыч. И просто продавать пацанов реально, удалять из доты. Вейл оф дискорд и что будет сыграть. Ну, ладно, пока вейл оф дискорд. Ну, это так, это стартовый артефакт. На 10-й минуте у него уже будет. Ну, это вообще классный артефакт, потому что арморчик Некролиту не помешает против. Ну, вообще, тучки алхимика, я хотел сказать. Но тут больше рейтклика нету. Ну, и, кстати, вот пока вот эта вот затея прийти 3-плой в хард вообще не сработала. О, НП, я помню, что в первой игре, что в этой. Ой, подожгли. Прошло, что они тоже вроде в 3-плу пришли? Ну, против греков же они ходили в 3-плу сложной, тоже пробовали. Но там у них баш на баш было. Те тоже пытались ходить в 3-плой сложной. Ну, с греками такой. Там игра нелогичная получилась немножечко. И мне кажется, что от Финэ могли выигрывать ту серию. Ну, там несколько ошибок. Я вот видел какую-то игру от греков сегодня. У них была SD, Luna, SK. И там SK что-то чудило. Да, это первая игра, как раз таки, когда... Да, да. Skylark. Skylark на... Где-то там 2 или 3 раза не подкопал. Но там иконка тоже что-то промазывал. Что-то там бы вилат попадал, но вот немножко в Skylark не пошло. Но бывает. Ну, кстати, кстати, Envita вырвался уже. Alchemix... Алхимирует, так сказать. Не, ну было бы удивительно. МСС. И сейчас будет еще и коса. Ай, хорошо под сейв, хорошо под сейв. Надо еще демоны, чтобы косой ударить. И тут есть ТП, и надо уходить к избиану. Они решили еще подраться, что ли? Там есть и нет. Закера продали косой. А пак еще жив? Да, он отпрыгнул, но его найдут. В шифте посидел, много демоны залетает. Пошел в Сервант, с некрофос пытается захилить. Не успел, не успел подхилить. Ну вот... Вообще не повезло паку, у него ТП когда была секунда. Удэпнулся, на самом деле. А у него еще и руны рейдин у некрофоса, я понял. Алхимика ПТ-шка. Ну и армлет уже прилетел. Ну, БТ-шка. Не через тревла игра. Ну, это боевой алхимик, он на армлет, блин, поехали траться. ТП вниз бежит, шедоу, просто забирает тауэр, и Сайленс дает на МСС. Но двинем настаканный армор, и, в принципе, шедоу дэмэджи не наносит. Там и вив сейчас висит, так что... Не, не. Не перебьет. Хильдул очень интересно, так где-то на 50 урона под 4-мя крипами. Не получится так. Армор... Ну, Шедо, кстати, тоже правильное действие делает. Вот Тимбер тернулся вниз, они там вышку забрали, он сам ТПС наверх и просто идут пушить вверх. А Тимбер-то уже не сместится. И, получается, вторую вышку заберут. Тримкуэл, ауи, подкопали, пак запрыгивает, палец, чё-то тут вроде жирный. Ну, нет, жирный кентавр потом, сейчас-то он не особо жирный ещё. И... Ну, если так будет погибать, он не станет жирным. Ну, слушай, а преимущество-то всего 2000 сейчас. Немного. Немного. За счёт... Ой, нет, ну айсайд-то... Ушёл, дазл отсюда. Ну, это ладно, прилетел в золо и пытается подраться один против всех. Зря. А вот байбэк. Есть байбэк. Ну, касабо через 8 секунд только, да. Действительно, разверли на байбэк. Зацепить здесь нечего. Ну, знаешь, если бы не делал он байбэк, скорее всего, пошли бы один в три драться против этого блинка. И, возможно, бы его даже победили. Поэтому, ну, решение, наверное, всё-таки неплохое было принято про этот байбэк. Ну, решение плохое было идти драться один в три. Ну, он же летел туда сэвить своего пацана. Немножко не хватило. Немного 1700 голды и думает сейчас блин. Тагер, наверное, какой-то. Блин, купить, блин, купить. Сейчас, по-моему, будет стампит и атака бежит. Ау, и сюда тоже уже закрывают эту лыжку. Тааак. Надо ещё ТП сюда. Там есть ВИВ. Там есть ВИВ и... Да, ну поймали. Айсайса? Айсайса убьют. А Некролит, кстати. А Некролит, который без телепорта? Идут за ним или нет? Ну, должны идти, если знает, что без телепорта. Но пока тавр просто поджигает. То есть, вы бы лучше первому не подходить. У тебя там 350 хп, он его может отправить отдыхать. Отдыхать сразу. Уай. Без ульта пока. Боже, он просто бежит и донает крипов. А Джоу пойдёт. А пак убил тавр в миде. Пока вот вся вот эта движуха происходила. Тавр в миде упал. Чё дровка делала всё это время? Он фармил в уражеский лес и потом прилетел вниз на Т2, когда закрывали. Ну, в итоге всё это... Ну, кстати, вот... Да, но вот я посмотрю на Энви, который вот ещё баунти сейчас взял. У него на самом деле уже всё супер хорошо. То есть, не идеально. Обычно вот к этому времени хотя бы на Сакрат деньги есть. Но с учётом того, что он ПТ купил, у него вполне нормальные тайминги. Но я так понимаю, он не будет Сакрат выносить или будет? Будет, будет Сакрат. Не-не, это точно будет Рантик. Он просто ПТ, по-моему, делает. Кстати, количество телепортов мне нравится у этого алхимика. Это видно, он где-то умирал и накупил их так. Запасливый! Это важно. Мы просто сказали, собери Трвелата, у тебя ТП никогда не будет. И он такой... Да, Форстав летит. Блинку решил всё-таки Форстав здесь взять. То, чтобы сейвить и мобильнее быть. Кстати, мне нравилась Империал. Там была игра. Они, короче, когда... Короче, это была стратегия у них анти-СД Луна. Там Варлок, Леон, Дровка, Фурион, Инча. И они, короче, на всех героях просто пику делали. Вот представь, пять героев просто с пикой на минуте шестнадцатой. Какая рвань вообще. Ну тут проблемы у Энди. И, скорее всего, он умрёт сейчас, да. Но тут без шансов. Ещё и главное косой его продать. Продали. Шестьдесят шесть секунд. Ё-моё. Ох ты, как это неприятно, наверное. Просто на минуту на алхимике. Ты там так теряешь по ГПМу. Так, в миде тут Shadow выходит на ауе, но есть Tempid. А у Шедова есть Игорь Николаев. И тоже быстро бегает. Но мы видим. А, там ещё тусовка Пепси у него за спиной. Ой, слушай, там Вай пошёл срезать. Говорит, ща, ща, пацаны, найду. У меня есть палец. Нашёл. Давай. На, наберёшь. Tempid здесь не помог. Они его ещё и потратили просто так, грубо говоря. И Дровка сейчас сможет спокойно пушить Т2. Два героя в таверне. Одному ещё тридцать секунд там сидеть. Прилетается онергенанс. Прожимаются барабанщики. Блин, как же круто это всё работает, а? Ну вот у них горёт. У них стратегия. Самое забавное, что это даже не пуш стратегия. Это стратегия. Вот они килл сделали, пошли запушили. Килл сделали, пошли запушили. А когда по карте они делятся. Вы сами видели. То есть просто низ отпушивает, не кролит. Его там кто-то подсейвливает. А другие типы пушат. Ну, то есть сплит пуш типа. То есть это именно игра так больше на контроль карты, чем на просто пуш какой-то с Дровкой. Да. А теперь размен. А теперь размен Дровкой. Ты не только говорил во импика, что тут пик больше на контроль. На контроль игроков. Казалось бы. А тут в итоге на контроль карты. Блин. Вот. Я ещё хочу Wings смотреть. Они не будут играть до субботы, если сейчас выиграть. Даже если проиграют. Всё равно не будут они до субботы играть. Завтра, напомню, у нас Альянс, ЕГЭ. Комплексти и ЕХОУМ будут драться. Альянс, ЕГЭ. Первая игра. В 17.30 по Киеву. В 18.30 по Москве. Смотрите. Ну, и также где-то до утра будут матчи. Там на протяжении 12 часов. 3-бл-3. Одно бестов-1. Боже, Худ появляется на 16-й минуте. Но это печально. Поздно. Это очень поздно. И то, что нет даггера. Самый неприятный. Как рваться в дазл? Ну, да. Даггер. Это у кого? У Кентавра. Нет, так это типа Кентавр, который так и играется сейчас. Нет, Кентавр так и играется. Просто имеется ввиду, что Худу Кентавра должен появляться на 5-й минуте, а не на 15-й. Ну, на 6-й. Ну, типа должен или Вангард, или Худ быть быстро, а потом уже что-то. Ну, здесь, да. Здесь Худ намного более... Сейчас, если опять найдут. Вангард потом можно. Ну, вообще, на самом деле, тут Худ-то тоже ни о чём. Ну, то есть, если задуматься, тут его как бы... Они знают, что он здесь, но он ушёл. Своё время отсюда ушёл, да. Правильно сделал. Или вот прыгать. Да не, ну не по Т3 же, ё-моё. Ну, знаешь ли, это Винкс. Опа, пика. Есть первая пика. Вот он Radiance. 17-ая минута. Нормальный тайминг. Ой, пилён. Показывай. Ну, нету здесь Некролита и убивать МСС-а в вас. Хотя тут много людей можно убить. Либо Энви, либо МСС-а. Вот МСС загулять. Да, Radiance. Radiance, конечно, есть. Ну, да ладно. Нет, такие герои меня и не убьют его, кстати. Кого? МСС? Хотя Некролит лежит. Не, Некролит лежит. Вот. А, ну, так пробит, кстати. Решили нафиг вот это париться. Да, только косы не успели накрыть. Ну, в это время дровка. На топе. Блин, ну, это движуха Pepsi, в натуре, как ты им сказал. Ну, реально. Они просто бегают и... Преимущество не такое уж огромное, но они просто без шансов вообще оставляют. Да. Ну, вот, знаешь, вот кого мне играет, вот это вот напоминает. Это вот Na'Vi очень хорошо играли. Да, да. Вот те самые Na'Vi. Вот точно так вот они играли. У них, правда, Чен обычно был, который вот то же самое делал. Ну, тут другой герой. И вот они тоже бегают. Что-то команда делает, а дровка просто вышки ломает. И ничего с этим не поделать. Ну, вот висит вив. Envy идет. Ну, даст стан по шедлу. Да ему пофиг, в принципе. Да, там моментально откил идет. С транквилами стоит. Вот этот Игорь Николаев до сих пор, кстати, стоит, кстати. И... А вот Dazzle подкиливает периодически. У него все хорошо. Падает мышками. Со-денайл Envy хорош. Сайленс. Ну, уходит отсюда. Пришел МСС на дефт. Ну, неужели они бараки просто начнут бить на восемнадцатой минуте? Так они уже бьют. Ну, пока нужно выхиливать и все нормально. Ну, хочу еще заметить, кстати, прикольную тему, что ли он барабаны купил. Что-то, кстати, только осмыслило это. Это тоже жестко, потому что, ну, он вроде бегает, даже киллы как-то делает, а блин-то не особо и нужен. Ну, блин, ты знаешь, по карте именно ловить, а тут больше они тусовкой вот этой бегают и как-то пилы ловят. И вот он с барабанами с пассивкой на команду тушит. Они любят собирать вот эти командные артефакты. Мы первую игру, когда сегодня смотрели, там все было. Пайп, Мека, Владмирс, типа все, что можно было собрать. Кстати, еще, если тоже не видели американские игры, они собирали по 2-3 пайпа и по 4-5 худов на команду. Там у них были какие-то игры. Ну, там же сейчас типа стака. Америка – это такое дело, ты знаешь. Я вот являюсь, кроме того, что комментатором студии RUHUB, еще менеджером одной команды интересной под названием Team Ukraine. Так вот, в Team Ukraine есть один игрок, который в Америке играет. Так вот, этот игрок, играющий на лане за третье место на Веск против Альянс, играл на Кентавре. И он на шестой минуте купил худ. О том, что этот худ можно нажимать, он узнал на 25-е. И параллельно этот же игрок буквально три месяца назад чуть ли International не выиграл, да? Да, да, да. Это мы про того же игрока говорим. Он чуть не выиграл International. И он реально был поражен, когда узнал, что худ можно нажимать. И потом есть какие-то претензии к комментаторам. Пацаны говорят, худ можно нажимать, лол. Гори, есть легендарная игра на линии против Сикретов, решающая. Там можете открыть и просто ступить в станы Лины. Там я с боссом Веги смотрел, там просто за драку я дал где-то 6 станов и ни одним не попал вообще ни в кого. Ну ты знаешь, я всегда в пример, когда будут говорить про Лину, можно всегда вспомнить чудесный матч Navi против Cloud9 на четвертом International, где Куру играл на линии. И там была Лина Рубик, по-моему. Не, не Лина Рубик, там была. И он не попалил ни в станы. Лина что-то, да. Он промахнулся первых восемь в игре. Первых восемь станов он промахнулся. И, ну, они ту игру проиграли, заняли восьмое место. Но суть не в том, что Лина это сложный герой. Так что у тебя есть, ну, отмазка. Ну, гоплы тут свежие, я не знаю. Да, это у вас косы его. Бум! 54. Нормально. Не, я помню, мне запомнилась одна игра, когда Фобос играл на Братруме, а там вот буквально как неделю был патч, когда его пассивку переделали, ее надо было нажимать, чтобы ускорять. А, да, да, да. Не, не, там была пассивка, нажимается, чтобы двойное ускорение получить. Ну, да, 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 да. И он не клацал ее. Он не знал, ну, блин. Ну, черт. Патчлоги, вот маленькие патчи, они удобные. Ты зашел, прочитал. Когда очень много меняют разом, да. Невозможно же запомнить. Да нет, есть еще тема, когда вот, знаешь, делают маленький патч фикс, а потом герой вот так вот вместе всплывает, и ты вообще не помнишь, что там еще что-то ему меняли месяца два назад и заплываешь. Так, ладно. Герокоптерный эпицентр. Герокоптерный эпицентр. Как это я говорю, сейчас соберет аганима, будет кэлдаун и видать любую точку. И Вилат мне говорит, чего-то. Да, тут нападение уже пошло на... Ну, это так пробивает. Ему все равно, блинку абсолютно пофиг. Ой, ну кентавр, кентавр слушай, кентавр больно делает, кентавр делает больно, но тут грей, простите, господа, ничего у вас не выйдет. Ультимейт по двоим, пак вретает. Слушай, они фуловые, они просто фуловые. Да, он там Даззл выхиливает, он уходит в спаме. Забрали угрмага, попытка настрелять. Пошел Сайланс, как же больно, здесь ТХД еще попадает. Тычкой Тракса всех замедляет, пошла пика. Настреливает по Ауи, Ауи тоже больно. Пак там может склеиться, кстати, но его захилили. Сейчас, сейчас, сейчас склеится, склеится. Грейт. О, теперь с Волком. Ой! Ёй-ёй-ёй-ёй. Ну там байбэк есть, и он сразу выкупается. С Волком бараки упадут. Причем очень быстро. Ну они фуловые, они просто фуловые, кроме пака. Нажмите на Даззл, он купил, короче, с лоуринки Арканы и еще скапли. То есть у него мана там еще через минут пять не закончится. Да ему в принципе пофиг, да, действительно, вечная мана. А Некрофос накрыл ультимейтом, и у него тоже супер шип. Короче, 22-ая минута, дискотека на базе у команды MP-плейс ходит. И как МДФ, я пока не понимаю, они стампит потратили, макропиру потратили. Я не понимаю, какой-то команды можно выиграть потом. Не, можно, наверное, если играть похожим стилем. Если они играют, как они играют на ДПЛе, а на ДПЛе, мне кажется... Ой, Энви ворвался, Энви, копнули его, Энви неплохо. Даззл байбэк сделал, Даззл, слушай, Леона убили. И Энви рубит-то пацанов, щепки летят, но... Все байбэк... Кстати, если сейчас Винс поумирает, то они тут шоке игру не закинут, потому что они очень много тратят, Энви убивает еще Некрофос. Пошел Грейв, пока Даззл тут, может сейчас еще и захилить. Сейчас Некрофос классный хил еще разок, Энви погибает. Сейчас 7 секунд, надо бы байбэк делать, наверное, если он хочет подраться, иначе всю команду здесь разберут. Тут беда, да. А он же все, все, Некрофос отхилился. Ну, они были очень близки от того, чтобы поубивать. И он сделал байбэк, когда все уже сдохли. Ну, чуть-чуть раньше же делал, ну ладно. В итоге шанс был, шанс был, очень хорошо сыграли Винс, потому что сделал байбэк Даззл. А как он тут быстро оказался, этот Даззл? У них Т1 стоит, ТТП сделал на Т1 и прилетел. Да, Т1. Кстати, Энви заход номер 2. В той же позиции, в смаке. Кидайте, Даззл. Ой, хорошо. Слушай, смотри, как он наваливает. А, ну, все, до свидания на 90 секунд. О-о-о! 100 секунд. Гэгэй Пиштэн 2. Ээээм... Что я хочу сказать, подводя итоги под первым днем турнира Норзнарина Абита Кэмдитейшн. Блин. Как у этих пацанов доты выиграли? Ну, пока вот именно те игры, которые мы видели, без шансов. Но мы видели Греков и Энпи. Это не самые сильные ребята на данный момент, которые есть. Это чемпионы, если что, европейской и американской квалификации на Boston Major. Так, хорошо, хорошо. Чемпионы, европейские. Это два участника Boston Major. Как бы сказал Swimbles, пожалуйста, относитесь к американскому региону. А к европейскому? Европейский. Ну, смотри, чемпион квал американских выиграл чемпиона европейских. Греки последнюю неделю, ты сам знаешь, что они закидывают жутко. Вот просто жутко. Они как выиграли эту квалу, их как будто подменили. Они начали по 12-13 тысяч. Они начали бить, Витя. Они просто начали бить. Возможно, да. Они просто, как только закончилась квала, упал этот трон, и с этого момента они не просыхали больше ни дня. Просто вино, женщины, лавровые листы везде. И у них там кипиш нормальный. И они уже давно матчи нормально не выигрывали. То есть, возможно, на расслабоне какое-то главное свое достижение они уже сделали. Они отобрались на мейджор. Может, там они уже что-то покажут. Сейчас пока не сказал бы, что NP. Когда они стреляли? Они с Dream League снялись. У них там тоже не лучшие показатели были. Их там Imperial за 15 минут ушатали. А тут чемпионы Инта. Ну, все равно, Wings пугает. Пугают, никто не спорит. Я не знаю, сколько у них, кстати, за 4 матча героев было пикнуто. Но много. Много. Думаю, больше там 15, по-моему. Потому что, ну, прям, разнообразие очень хорошее. Как под них готовиться? Вот вопрос. То есть, вот, каких героев надо забанить? Вообще не смотреть на то, что они пикают и банить что-то. Брать свое и бежать в атаку. Брать визажа и валить просто их в лицо. Блин. Я скучаю за визажа. Скучаю за визажа. Артем, как выигрывать Wings? Ну, ты говорю, у меня вот единственная идея, это...